Здоров! Я уже не первый раз отыгрываю сенсионные концерты. Сенсионный концерт это когда барабанщик коллектива, который тебя позвал, не может отыграть. Они ищут ему замену. Таким образом мы играем в пяти, в шести, в десяти коллективах одновременно. У меня есть два сценария, благодаря которым можно подготовиться к таким видам мероприятия, а именно как к сессионной работе с музыкантом. Первый, когда тебе ставят задачу за два месяца, ну хотя бы за месяц, выучить все так, как записано у них на студии. Естественно ты просишь исходники барабанов, исходники гитар, вокалы, короче песня просто по отдельным дорожкам. И тебе остается только вслушиваться в то, как играет барабанщик, и просто пытаться это соответственно заново воспроизвести. Но, как я сказал, это идеальный расклад. Любой идеальный расклад всегда бьется о второе. Об реальность. Что, два месяца? Да, конечно, неделя. Через неделю концерт. Демки? Какие еще нахрен демки? Ты что, вообще с ума сошел? Что тебе там может еще подушечку подложить под задницу? Нет их, конечно, и не было. Они где-то у звукорежиссера, короче, впадлу. Чувак, просто там как-нибудь сними. Я даже не удивляюсь порой, что многие музыканты, играя свое творчество, не знаю даже в каком темпе, блин, они играют. Если ты думаешь, то что я сейчас тебе скажу, шли их лесом и больше с ними не работай, таких будет 95%. Хотелось бы, что было бы по-другому. Да не получается. Я хочу поделиться своими лайфхаками, вот как я готовлюсь и организовываю свой репционный процесс, чтобы выучить за короткий срок большое количество материала. Первый и фундаментальный совет – это согласование. Согласовать с коллективом все моменты. Как мне отчитываться перед вами, да, по подготовке? Могу ли я уходить либо лево, либо вправо от оригинала трека? Когда мы сможем выйти на репетиции? За репетиции будет оплата или нет? За концерт будет оплата или нет? Чем дотошней ты будешь задавать людям вопросы и согласовывать ваше совместное мероприятие, тем она у вас легче и проще пройдет. Как-то раз мне нужно было выучить 13 песен за 4 дня. И я пытался за счет своей головы, за счет памяти выучить. И на второй день подготовки я выучил всего 3 песни. Оставшиеся все 10 мне только тогда препод подсказал, начни писать просто в тетради хотя бы структуру. Так быстрее будет запоминаться. И действительно, я концерт тогда отыграл охренительно. А под пунктом 2 у нас тетрадка. Начни с самой первой песни, записывай структуру. Не нужно тебе писать ноты. Тем более, если ты их нихрена не знаешь. Барабанщики делятся всегда на два типа. Те, кто, соответственно, требует партитуры и играет по партитурам, по нотам. И есть вторые, которые вот такие, как я, которые учат по фразам. То есть, мне достаточно написать себе вот в тетрадке куплет-припев, куплет-припев, соло, конец. Все. Этого более чем тебе будет достаточно, чтобы хотя бы ассоциативно вспоминать структуру песни. Ну а под третьим пунктом у нас прячется видеоотчетная запись. Если ты готовишься сам, коллектив не знает, что там от тебя ожидать. И как ты правильно или неправильно снимешь партию. Точно так же, как и ты не знаешь, что у ребят в голове. И вот, чтобы хоть как-то синхронизировать друг друга, запиши себя на видео. Либо сделай, запиши себя на аудио. Чтобы и ты мог им задать вопрос. Или группа тебе скажет, что, слушай, вот у тебя там после третьего припева, вот там должна быть акцентированная сбивка. Добавь ее, это очень важно. И ты себе в тетради как раз-таки эту заметочку сможешь сделать. И по крайней мере, опять же, читая тетрадь, ты будешь знать, что вот здесь вот нужно что-то сделать. И ассоциативно ты будешь вспоминать об этом. Ты, наверное, думал, что я сейчас соглашу еще четвертый, пятый, там, десятый пункт. Но мне кажется, даже вот этих трех уже будет более чем достаточно. Благодаря этим трем фундаментальным советам, они же мне достались от моего преподавателя, помогли мне готовить большое количество материалов. И также, я надеюсь, они помогут и вам. Так что, прокачивайтесь как можете. Давайте, до следующего видоса.